Привет! Меня зовут Даша и мне пришла посылка от Ифраше. И знаешь, что я буду с ней делать? Никогда не догадаешься. Я ее сейчас открою. Да? Вообще, кстати, должна заметить, что, видимо, вся страна чухнула, что Ифраше это просто отличная фирма. И на Ифраше просто посыпались уймы заказов, потому что они стали очень долго обрабатывать их. Вот, ну, я за них рада, что у них появилось много дополнительных поклонников этой продукции. Ну, начнем уже к красным посылкам, смотреть, что там. Ну, в большей степени в этот раз я заказывала опять для кого-то, для другого. Следующая посылка скоро будет. На днях мне ее сформировали. Там уже я для себя любимое заказывала. У меня заказали две туалетные водички землянички. В рифму получилось. Сейчас я покажу, как выглядит бутылек. Как бы это у меня... Попросили сделать заказ два разных человека, которые просто восторгят этой воды. В коем-то, чем во всей России я не видела ни одного человека, не слышала, по крайней мере, таких, которых бы не нравилось. Вот эта туалетная вода. Она действительно вот так пахнет земляникой, и вот так повышает настроение. Если плохо, день пасмурный, ты побрызгался и ходишь, и просто сама от себя, от собственного же аромата получаешь удовольствие. Вот две такие водички. Что же мне пришло еще? Еще мне пришел гель для душа. Тоже я не себе брала. Это у нас... Гель для душа, масло органий. Вот так вот выглядит бутылек, флакон. Как это можно назвать? Не знаю, сейчас я его поднюхаю. Я его никогда не нюхала, не пробовала, себе не заказывала. Поэтому как правильно, то не знаю. Вот сейчас и попробую. Ну, пахнет гельем для душа. Как-то не странно, но... Может быть, в душ он ярче откроется, но вот так вот он... Не скажу, что пахнет чем-то особенным, или что он пахнет тем или иным чем-то. Ну, гель для душа, гель для душа. Вот здесь 200 млит. Также, так как меня перестал устраивать рефлеймовский лак-основа для ногтей. Я заказала у Вифаше, решила попробовать. Хотя он неоправданно дорогой. Вот сколько мне помнится, рублей 300, мне кажется. Ну, сейчас дойдем до расчетки. Я скажу уже точно, сколько он мне стоил, сколько обошелся. На практике я его еще не пробовала. Посылка-то только что открыта. И, но... Посмотрим, в общем, как он себя поведет. Здесь у нас 10 млитров, но мне кажется, его хватит очень надолго. И я надеюсь, в отличие от ульфлеймовского, он сохнет моментально. Надеюсь, он не разобрадается. Далее. У меня все-таки пробилась вот эта туалетная водичка глин. Я ее заказала не для кого-то, определенного человека, а для себя, потому что она мне очень нравится. Поэтому я ее сейчас открою. Конечно, на себя я брызгать ее не буду. Но я долго думала, куда же мне ее присобачить. И я решила, что я сплю на такой огромной кровати. Это не кровать, это футбольное поле какое-то. Там можно и поперек, и наискосок, как хочешь. И я просто буду брызгать вторую половину этими духами. Мне, по крайней мере, очень приятный запах. Я буду наслаждаться, что... Пахнет он... Чем ты пахнешь? Пахнет, в первую очередь, мужчиной. Чистым мужчиной. Чистым мужчиной, который поел цитрусовых. То есть, есть такая какая-то цитрусовая нотка. Запах очень свежий, и при этом очень мужской. И очень приятно. Я просто от него тащусь. Так что... Конечно, маловероятно. Но если сейчас меня смотрит какой-то мужчина, я ему нравлюсь, то побрызгайся вот такими духами. И фраше называется грин. Ой. И подойди ко мне. Удача гарантирована. Тем более, если у тебя приятный тембр голоса. Далее. Мне пришел пробник новой версии воды СОО Эликсир. Здесь у нас 5 миллилитров. Называется Пурпур. Пурпу? Не знаю. Я косноязычная. Ты же знаешь. Я с нетерпением ждала этот пробник. Но на днях мне попался Космополитен. Сейчас у нас октябрьский номер. И я его смогла понюхать там. Вот. Ну, может он заиграет вот так вот живую пробничком. Вот такой, кстати, я извиняюсь, не показала. Он почти подходит к моей брошке. Да. Вот такой вот пробник. Сейчас я его покажу вместе с пучкой, которая его закрывала. Вот такой. Такая малюска. Моего любимого цвета. То есть, я люблю все оттенки синего. И пахнет он. Ну да, он свежее пахнет вживую, нежели как на пробнике в журнале. Но все равно для меня он немножечко больше, я считаю, на вечер. Там. вообще зимой. То есть, в холода. Ну, неплохой аромат, в принципе. И он мне нравится больше, чем традиционная версия с оликсиром. Да. Ну, и остались одни пробники. Крем Гидро Веджитов. У меня, в принципе, есть миниатюрка. Я знаю, что это. В принципе, неплохой крем. Действительно увлажняющий. Действительно хорошего качества. Поэтому есть нормальный тип кожи. Или даже даже девушкам с сухим типом кожа тоже подойдет. И у меня здесь летняя версия знаменитых прославленных духов и форшея флауа пати. Само мне кажется, что мало чем отличается от традиционной версии. Ну, чуть больше фруктовых ноток. Но окружающие люди говорят, что очень вкусно пахнет чаем. Свежим таким холодным чаем. И, честно говоря, не совсем согласна с этим мнением. Но со стороны-то виднее, говоря, да. И я обещала сказать, сколько на самом деле стоит у меня лак основа для ногтей. Ну, я почти сказала правильно. 390 рублей он мне обошелся. Почти 400. Я надеюсь, он оправдает этот ценник. Потому что ценник, правда, для лака основы великоват. на этом все. Я тебе желаю радостных, сладких, вкусно пахнущих посылочек, которые подали тебе море просто позитива. И на этом все. Пока. С тобой была Даша. Продолжение следует...